10 утра. Вышел подышать воздухом. Речка с высоты. Куча зелени. Птицы поют. Рыбаки ловят рыбу. Вспомнил такую штуку. Я ведь не на работе сейчас. Когда я начинал в первый раз, когда я начинал бизнес, сотрудничал с другой компанией, со своей первой, я постоянно слышал от спонсоров и от тех людей, кто пытался меня научить, что в какую-то пропаганду, что работать по найму это плохо. То есть работать на дядю плохо. Что если я буду работать на дядю на работе, то я никогда не буду зарабатывать столько, сколько мне надо. Я пробовал делать бизнес параллельно с работой. Ничего из этого не получилось. Не потому, что я работал на работе, конечно, а потому, что, наверное, скорее всего, приоритеты расставлял такие, что работа была важнее. Эти люди, они постоянно мотивировали, пытались мотивировать меня на, говорили мне о каких-то больших суммах, да, там 200 тысяч долларов и так далее. Это я только сейчас понимаю, что они и сами и тысячи даже не зарабатывали. Я понимаю, что можно мотивироваться большими суммами и так далее, но хоть какие-то ты деньги должен зарабатывать, если ты пытаешься кого-то учить. Если ты не зарабатываешь деньги, пусть твоих людей обучает система, пока ты не зарабатываешь денег. Как только начнешь зарабатывать, будешь там свое жало уже всовывать и пытаться кого-то обучить. Так вот, была какая-то постоянная пропаганда работы по найму, да, что, ну, то есть, против работы по найму, что работать на зятя плохо и так далее, будешь жить, корячиться. При этом они делали то же самое. В приоритете у них была работа, кто-то работал на заводе, кто-то еще где-то, ну, в общем-то, они ходили на работу, только в свободное время делали бизнес. И, как я сейчас уже понимаю, что на тот момент у них не было абсолютно никаких денег. Пару, может быть, сотен долларов в лучшие времена и были. И вот они корячились там годами, да, кто пять, кто семь лет, кто три года, в моем случае. Ничего из этого не получилось. Прошло время, я нашел тот бизнес, который реально приносит мне деньги. Причем те, которые я хотел. Я не делю его с работой, потому что я нигде не работаю. Я только делаю бизнес и все. А те люди продолжают до сих пор ходить на ту же самую работу. Ну, бизнеса там у них, я так понимаю, как такового уже нет. И некоторые из них находятся в моем бизнесе, в моей команде. Казалось бы, система простейшая, да, элементарно все. Но у них получается точно так же, как и там, как и в той компании в прошлом. Точно так же получается и здесь. Я верю в то, что можно сделать бизнес, работая на работе, свободное время. Я верю. Но что-то мне подсказывает, что, наверное, шансов мало. Поэтому здесь некоторые люди поначалу говорят партнерам, что ты можешь заниматься свободно от работы время и так далее. В итоге получают партнеров мертвых, которые только на работе сидят. Там завалила работа и на какие-то причины у них проблемы появляются. Поэтому самая кровавая правда и самый кровавый секрет здесь в том, что если кто-то желает начать бизнес и в считанные месяцы выйти на уровень, который превышал бы его зарплату в 10, 20, 30, 50 раз, то, скорее всего, нужно будет пойти на самые жесткие шаги. Когда-то, когда я начинал, я сидел в Минске в одной квартире. Это была где-то вторая неделя бизнеса, по-моему. Я заработал там, наверное, от силы долларов 650-700. И на тот момент я собирался на работу. Я уже отделал эту форму охраны, уже собрался выходить. И в скайпе мне партнер пишет, куда ты пропадаешь на два дня? Куда ты на два дня постоянно пропадаешь? А кто будет помогать? У меня же виток и начала. И я поймался на мысли, что где бы я себя не пробовал, везде я поставил неправильные приоритеты, расставлял. И в тот самый момент я просто никуда не пошел. Сел просто и стал дальше работать. Ну, дальше в бизнесе работать. Остался дома и начал работать. Мне там звонили с работы. Целый месяц я туда не выходил, я работал. Я туда пришел через месяц, когда уже заработал чуть больше тысячи долларов. Пришел на ту работу, где зарабатывал 120 и сказал, что, ребят, походу, у нас ничего не получится. Потому что, ну, я знаю, где мне надо быть, где я хочу быть. Вот и все. Чтобы быстро сделать бизнес, нужно полностью в него упереться. Полностью все усилия. Посмотрите, везде в интернете нормальные люди, реально те люди, которых стоит прислушиваться, которые обладают большими деньгами, они все говорят, что первое, это, во-первых, это должно быть любимое дело. То есть ты должен заниматься любимым делом. Если это любимое дело, любимая деятельность твоя, то никто никогда не сказал, что нужно делить это с работой. Что нужно бизнес мешать с работой. Это одно. Это одно. Это понятно, что, к примеру, самые смелые, это они совсем полностью завязали, начали бизнес и в него уперлись. Здесь есть второе. Все знают, что нас, по большей части, формирует окружение. И у большинства людей, то есть вы слышали, что успеха добиваются единицы, но мне кажется, что как минимум процентов на 50 успешных предпринимателей могло бы быть больше, но им мешает их окружение. Постоянно сталкиваюсь с этим. Если девушка хочет начать бизнес, то обязательно там... Понятно. Муж грамотей. Если парень собирается начать бизнес, то встречаются жены грамотейки. Понимаете? Которые, я говорю, если ты парень и начал делать бизнес, а у тебя мороза, говорит, что не в деньгах счастье, самое главное, это любовь и чувство. Сука, тупо ужжет нагло причем. Появись у ее подружки новый айфон, а у нее с универик сам поцарапанный. Что начинается? Та же песня. Если вы девушка собираетесь и начали делать бизнес, или собираетесь стать независимым человеком, свободным, а у вас на диване лежит ленивая б***ь с пивным животом, который после заводской смены думает, что он все уже сделал, то тоже сами думаете, потому что, не дай бог, придет момент, когда он просто будет вас мочить по пьяни после работы. А все ссоры, все ссоры в основном, они все на почве денег, и с этим никто не поспорит. Все ссоры между людьми всегда были на почве денег. Все воины, все-все-все было на почве денег. Так вот, если бы окружение не мешало, а реально понимая, что нужно что-то делать, даже если банка пива, телевизор, это уже счастье, то это не говорит о том, что нет еще лучше жизни. В общем, думайте сами, потому что это не компьютерная игра, и здесь нельзя загрузиться с удачного места и пройти, чтобы все было хорошо. Здесь нужно делать самому все. Если ты чего-то хочешь, то тебе нужно это сделать самому. Если, не дай бог, у кого-то из родственников наших кому-то потребуется долгостоящая операция, нам не будут в больнице говорить, что, вы знаете, она настолько дорого так стоит, что мы даже стесняемся сказать вам сумму. А кто-то скажет, ребят, 40 тысяч евро, идите и ищите, а у вас два дня. И что ты будешь делать? Смотрите сами. Кто сомневается, ну посмотрите на более взрослых людей. Ну, это второе. Третье. Есть люди, которые начали бизнес, все хорошо пошло, все нормально, вышли там на 50, там 100 долларов в день, или там на 300, 400 в неделю, да, это нормальные деньги, я считаю, если ты когда-то работал за 200. Вот. И они почему-то думают, что у них уже бизнес удался. И начинают ломать систему. То есть, какие-то у них, какая-то работа у них намечается, или какой-то ремонт, или они вдруг решили купить машину в кредит, якобы думая, что это их будет мотивировать на то, чтобы делать бизнес и рассчитываться с долгами. В итоге они уже не котируются как спонсор у своих партнеров, и просто-напросто остаются, ну, как говорится, в истории. Этот человек больше никогда не начнет работать так, как раньше. Потому что все, он остановился. И практически нет шансов у него начать заново. человек, который сразу рванул, а потом отошел на несколько месяцев, думая, что он решает сейчас глобальные вопросы, да? он больше никогда не запустится, это 100%. У меня такое было. У меня такое было, я такого не хочу, поэтому я вот уже, наверное, послезавтра будет как 11 месяцев в бизнесе, и я просто уже привык просыпаться в 8 часов, идти на свое рабочее место и заниматься тем, что я обожаю. Я просто приучил себя это делать, поэтому я не собираюсь никуда отходить. Если я затеял какой-то ремонт, то я его лично не делаю. Я считаю, что я больше потеряю денег и времени, и денег, если я буду его делать сам. Хотя я могу сам его сделать, но я его сам не делаю. Мы вчера ездили в строительный магазин, покупали стройматериал, и один из ребят, который делает ремонт, говорит, а что ты сам не делаешь? Я говорю, а за что я буду материал покупать? Понимаете? То есть, если я буду сам делать ремонт, как я буду зарабатывать деньги в интернете? как идут, разрываться на две работы? Я, как говорится, на это не подписывался, пахать сутками. Мне нравится, как сейчас. Проснулся в 8, туда-сюда, в 10, ну, сейчас 10 утра, на воздух вышел, подышал. пол-одинство пошел, поработал. Но у всех этих людей есть шанс. и он заключается только в одном. Надо смириться. Надо смириться, что ты делаешь не так, как надо. Надо смириться с тем, что ты делал не так, как надо надо смириться с тем что твоя система не работает и просто нужно подойти к человеку у которого получается кто с результатом и просто сказать ему помоги мне и мне уже надоело барахтаться по-своему спрятать свое эго убрать свой умный вид и просто принять тот факт что ты пять лет пытаешься сделать бизнес а результат у тебя нулевой легче всего смириться это легче все и тогда себе помогут если же дальше рогом упираться в забор и и делать то же самое то вскоре у этих людей появляются всякого рода отмазки да они начинают говорить всякую ерунду на тех людей кто зарабатывает деньги типа где твоя машина такое ощущение что имея машину ты уже значится богатым это я считаю что это это только не знаю копченый неудачник так будет говорить потому что купи машину они будут вам говорить а где твой вертолет понимаете это либо либо человек смириться либо человек смириться либо он будет дальше гордым сидеть на месте а то еще хуже уходить как говорится под воду поэтому если у вас не получается и если для вас приоритетом является ваша собственная жизнь семья и так далее они попытка выставить себя где-то круче и так далее то вам остается только одно смириться и узнать у человека у которого получается как он как он что он делает пусть поможет и он поможет однозначно если будет видеть что это что это искренне но остальным желаю удачу ведь в любом случае я понимаю что кто-то должен варить трубы кто-то должен делать хлеб кто-то должен убирать улицы это все классно и вы все классные люди всем тем кто кому нравится бизнес и кто его хочет развивать новым людям вам на тест-драйв срочно вам нужно это видеть вам нужно видеть ту тему которая вытаскивает людей за считанные месяцы из такой задницы для такой уровень о котором они только мечтали я не говорю про яхты и самолеты но пусть тест-драйва по